В этом году мы решили дать возможность всем детям раскрыть себя. И это не просто слова. 13 исследовательских работ подготовила воспитатель детского сада «Солнышко». Ребятишки с удовольствием в этих проектах участвовали. Особо интересна презентация. У зрителей вызвала работа Замина и Бадулаева о пользе молока и молочных продуктов. Юный исследователь уверенно и с энтузиазмом рассказывал, как в домашних условиях получал сливки, сметану и даже творог. И это ему удалось. Вывод. Раньше я пил молоко только потому, что оно мне очень нравилось. Теперь я буду употреблять не только молоко, но и все молочные продукты. Между прочим, результатами своего труда Замин угостил всех присутствующих, пили и ели с удовольствием. А вот ребятишки детского сада «Родничок» с удовольствием занимаются лепкой из глины. И лепят они исконно троицкие глиняные игрушки. Такие именно показали Александру Прокопьеву. На средства гранта руководители проекта детского сада «Родничок» хотят приобрести муфельную печь. Зачем? А чтобы игрушки не рассыпались. После обжига жить они смогут гораздо дольше. Мы купим печь и на конкурсы будем возить обожженную качественную глиняную игрушку. Танцы, песни, стихи. Своими выступлениями дети вызвали на лицах гостей исключительно улыбки, а подарком им были аплодисменты. Ну а главный сюрприз, конечно же, сертификаты на 50 тысяч рублей каждый. Их вручил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев руководителем проекта в шести детсадов Троицкого района. Теперь они смогут и печь купить, и мультимедийные экраны, и цветные принтеры, и даже площадки на своей территории благоустроить. Я понимаю, что вы работаете иногда в сложных условиях, может зачастую в сложных условиях, но делаете все, чтобы помочь ребятам развиваться на таком раннем этапе, когда они как губка впитывают абсолютно все. И дать им как можно больше возможностей для самореализации, иногда даже возможно для определения будущей профессии, если говорить о молочном бизнесе, я так понимаю. Ранние гранты на реализацию своих проектов уже защитили и получили крупные детские сады Целинного, Зонального, Тогульского, Ельцовского, Кытмановского районов. Впереди второй этап конкурса. Помочь раскрыть таланты малышей теперь есть возможность и у мини-садов, которые посещают менее 50 воспитанников. Татьяна Голубева, Александр Антропов. Наши новости.